Всем привет, друзья! С вами канал Твой Игровой. Меня зовут Денис. Сегодня со мной играет Влад. Всем привет. И Женя. Привет. Мы сегодня будем играть в Евро, что для нас не очень характерно. Евро, которое называется Гонзейский Союз. Полное издание. Немножко предыстории. Я об этой игре узнал из блога Владимир из Латвии. Есть такой блог текстовый. И я его, не сказать, что активно, но любил почитывать, потому что у него были такие иностранные всякие новиночки, всякие зарубежные, нелокализованные игры. И вот Ханса Тектоника, как она называется по-английски, была мной замечена как раз у него. Мне очень понравилась игра, уже даже по обзору. И я всё мечтал её купить, но всё как-то не получалось. То есть нужно было заказывать издалека, что-то там доставка дорогая, то денег не было. И тут я узнаю, что компания Звезда выпускает Гонзейский Союз, да ещё и в полном издании. Дело в том, что у игры действительно было много дополнений, и маленьких, и больших. Большие это поля другие были. Мы вот играем в Германии. Там ещё вышли восточные земли. И ещё вышло Британия, отдельное поле. Так что ещё также вышло несколько маленьких дополнений. И вот компания Звезда как раз всё объединила и выпустила полное издание на русском языке. По-моему, на английском языке тоже есть полное издание. Так вот, приобрести эту игру как раз вы можете в фирменном магазине компании Звезда. Переходите по ссылочке в описании к этому видео, и вы попадёте в этот магазин. Увидите, что у них есть очень много разных игр. Я думаю, что вы себе подберёте что-нибудь интересное. Переходя по нашим ссылкам, вы очень сильно помогаете развитию нашего канала. Ну что ж, Гонзейский союз. Мы будем играть сегодня в базу, на базовом поле. И я расскажу про дополнения, которые могли бы быть у нас сегодня. Ну, кстати, возможно, мы сыграем на карте, которая называется Восточные земли. Итак, что есть из дополнений? Смотрите, карточки, которые добавляют вам секретные цели. Значит, вам предлагают построить конторы в городах определённых. И за эти конторы вы будете получать победные очки. Хотя в игре они здесь называются очки престижа. То есть не ПО, а ОП. Вот. И дополнительно получите ещё 5 ОП за то, что во всех трёх городах будет у вас контора. Вот. Есть ещё жетоны, которые называются... Это мини-доп, который называется Благосклонность императора. Эти жетоны можно приобретать, пропуская своё действие и чего-то там ещё заплатив. По-моему, бонусные жетоны. Так вот. И тут есть у вас плюс одно действие, всякие там изменения стандартных действий. Два очка престижа там дополнительно вы получаете в конце игры из-за города. В общем, интересные такие жетоны. Можно с ними попробовать потом сыграть. Дальше. Что ещё есть? Так, сейчас. Сюда положу коробочку. Пульт от камеры. Но нет. Это не дополнение. В дополнение, которое называется «Восточные земли». Вот тут, видите? Вот такая карта. Здесь какие города? Дрезден, Варен, Любек. Ну, мне кажется, это может быть восточная Германия? А, ну, Кёнигсберг. Это, кстати, наш город сейчас. Это ближе к востоку. Это ближе... Да, то есть это Германия, но восточная. Окей, я думал, что это... Ну, смотрите, Белогард. Белогард разве есть? Сейчас нет. Ну ладно, я думал, это Польша. Хорошо. Идём дальше. И есть ещё дополнение, которое называется «Британия». Оно двустороннее. Если восточные земли — одностороннее поле... Кстати, база тоже двусторонняя. Мы играем на поле для трёх игроков. Вот, посмотрите, здесь есть вот такое. Для съёмки не очень удобно, конечно. Все эти вертикальные игры. Вот так вот есть для четырёх-пяти игроков. И есть ещё для трёх игроков. Вот. Ну, посмотрим, как пойдёт. Сегодня попробуем записать ещё для вас восточные земли. Что ж, давайте коротко о правилах. Мы выступаем... Игроки выступают такими купцами, которые будут развивать и увеличивать своё влияние в Гонзейском союзе. Что такое вообще Гонзейский союз? Это союз... Давайте я даже исправил вам. Сейчас текст прочитаю, чтобы не запутаться. Это название средневековой ассоциации купцов в Северной Германии. Некоторые города присоединялись к союзу, раскинувшемуся на севере Европы, и носили гордое название гонзейских городов. Вступление в Гонзейский союз не требовало подписания особых документов, поэтому сейчас сложно установить принадлежность города к союзу в конкретный период времени. Но точно известно, что в любой момент существования Гонзейского союза в него входило не менее 200 городов. Что ж, хочу вас познакомить с компонентами игры. Их здесь немного, но при этом гениальность игры не отменяется. Еще раз убеждаюсь, что все-таки грамотный, элегантный, красивый гейм-дизайн, он не зависит от количества жетонов, компонентов и всего прочего. Вот поле, наши планшеты, кубики и жетончики. И все, на этом вся игра строится. Итак, мы будем играть на очки престижа. Кто больше их заработает, тот и победил. Игра у нас заканчивается в трех случаях. Если кто-то из игроков набрал 20 очков престижа, и далее идет финальный подсчет. Если у нас закончились жетоны бонусные, вот они здесь лежат, три из них уже на поле. И если у нас заполнилось нашими конторами 10 городов. Игра немедленно заканчивается и происходит подсчет очков. Что мы будем делать и за что мы будем получать победные очки? Итак, у нас есть пять действий на выбор. Совершать мы будем сначала два действия. Вот видите, у меня такой вот планшет. Здесь наши кубики выложены. Наши помощники, купцы и торговцы. И эти кубики закрывают наши способности. Самое левое значение, открытое, без кубика, это то, что у нас сейчас есть в распоряжении. Вот у меня есть два действия. Два перемещения я могу сделать на поле. Ну, ближе уже к делу я все расскажу. Так вот, к чему я это говорил? А, пять действий есть. Пока мы можем совершать только два. Давайте каждое действие я расскажу про него. Значит, первое действие это найм. Мы можем из общего запаса, у нас есть личный запас помощников. Квадратные кубики это эти самые торговцы. Круглые кубики это купцы. Мы можем брать из личного запаса купцов и из общего. Ну, в смысле, во время игры. А действие найм говорит, что вы можете нанять от трех до всех. Вот это, если у вас кубик открыт, прям всех можете забрать. Всех помощников из общего запаса. Далее, мы можем выставить своего помощника, либо торговца, либо купца на поле. Вот смотрите, я сейчас вам немножко приближение сделаю. На поле у нас есть торговые пути между городами. Вот здесь это видно? Да. Есть город, например, Минден и Брауншвейк. Между ними есть торговые пути. Видите, здесь и круг, и квадрат. Это значит, что мы можем своего либо купца сюда поставить, либо мы можем поставить своего торговца. Так вот, это действие, выставить купца или торговца, как раз вам и позволяет выставить один кубик за одно действие. Или один кружочек за одно действие. Расширяя свой планшет, вы можете, как я уже сказал, увеличивать количество действий. Тогда вы можете уже трех помощников выставлять. Четыре или пять. Идем дальше. Следующее действие – это замена. Замена купца, оппонента на вашего купца. Вот есть какой-то купец. Например, здесь стоят купцы. То есть, эти помощники, в данном случае торговцы. И вы хотите, вы можете заменить одного из помощников своим помощником. И тогда оппонент этого помощника своего должен разместить на какой-то соседний торговый путь. Это торговый путь, который примыкает к одному из двух городов, на котором сейчас проходит все действие. Ну, например, сюда оппонент его ставит. И при этом еще из запаса может взять своего помощника и тоже разместить либо на этом торговом пути соседнем к этому городу, либо на этом, где хочет. На любом торговом пути соседнем. Вот. Идем дальше. Следующее действие – это перемещение. Если у вас где-то есть торговцы или купцы, то вы можете сначала у вас на планшете только два значения, значит, двух торговцев или купцов поменять, ну, передвинуть, потом трех, ну и так далее. Что это такое? Вы просто на любую свободную клетку можете передвинуть определенное количество своих помощников. Идем дальше. Следующее действие – это создать торговый путь. Мы подробнее про него поговорим, про это действие, но просто вкратце. Когда у вас все ваши помощники занимают вот торговый путь, видите, здесь у нас раз, два, три, четыре. Четыре клеточки. То тогда вы получаете очки престижа за конторы в обоих городах, если они там есть. То есть, во время этого действия вы будете еще и конторы строить в городах, и если у вас будет равенство, то если ваш помощник занимает правее контору, чем ваш оппонент, то тогда равенство в вашу пользу, да, превращается. Ну, в общем, просто будете основывать эти торговые пути, получать победные очки, получать жетоны с этого торгового пути, если они есть. И потом можете основывать конторы, улучшать свои способности. Есть некоторые города, например, это город Геттинген, да, здесь вы можете увеличить количество действий. В некоторых городах, в общем, в некоторых городах вы можете улучшить свои способности, которые есть у вас на планшете. Вот. Или еще третий вариант этого действия – это получение победных очков в Кёльне. Это прям особый город. Здесь также можно и конторки строить, и получать победные очки в конце игры. Вот и все действия, что вы можете делать. Ну, а теперь, для того, чтобы было понятно вообще, что мы тут будем делать, я хотел бы вам рассказать, за что мы будем получать победные очки в принципе, да, вот как мы будем побеждать. Итак, во-первых, все очки, которые мы заработаем во время игры, это ограниченное количество действий, так скажем, дает вам право подвинуть кубики. Вот, например, в Кёльне, если вы получаете, да, строите вот здесь вот свою контору, получаете победные очки, то вы не можете просто взять и подвинуть. То есть, эти очки только в конце игры, потому что, как я сказал, здесь есть отметка 20 очков престижа, и это очень важно, да, это влияет на завершение игры. Поэтому все четко. Очки престижа вы получаете за контроль городов, за создание особых контор, в некоторых городах есть конторы с очками престижа, и когда вы завершите маршрут восток-запад, это город Арнем и Штендаль. Вот если у вас будет непрерывная сеть контор, неважно по какому пути, но главное, что вот каждый следующий город с вашей конторой, если будет, то вы можете получить 7 очков престижа, если вы первый будете это делать, 4 или 2, соответственно, если вы второй или третий игрок. Ну вот, за что мы будем получать в конце игры очки? Я уже сказал, за шкалу, все, что мы наберем во время игры, за очки престижа, за полностью развитые способности, то есть, если мы прям все кубики убираем с какой-то способности, то это дает нам 4 очка престижа. Но кроме способности ключей, ключи здесь не участвуют. Дальше, за количество собранных бонусных жетонов, неважно, использовали вы их или нет, то здесь тоже есть такая табличка, 1 жетон, 1 очка престижа, 2 или 3, 3 очка, 4 или 5 жетонов, 6 очков, ну и так далее. Далее, специальная награда за Кёльн, ну это я уже сказал. Далее, очки престижа за города. Если вы контролируете город, как я сказал, у вас должно быть больше контор в этом городе, то вы получаете 2 очка престижа за каждый город. И очки престижа за сеть. Если у вас есть сеть городов, то есть, вот этот город, например, сейчас, давайте покажу, вот этот город, идем, идем, идем по торговому пути к этому городу, потом, например, этот город, этот город. Вот, и так вот вы идете по городам и, как бы, видите, что у вас сеть набралась. Так вот, вам нужно потом количество контор в сети умножить на ваш навык ключей. Вот тут есть значение 1, 2, там, 2, 3, 4. И получите такое количество очков престижа. Вот, скажем, 1, 2, 3, 4, 5 у меня, да, если у меня будет навык 2 ключей, то я получу 10 победных очков. А если у меня здесь больше будет контор, то, соответственно, больше. Вот за это мы получим победные очки. Ну что ж, понимаю, что, да, правил было достаточно много, но это евро. Тут так просто нельзя начать, нельзя так просто начать и играть в евро. Тем более мы 2 партии сыграли и сломали игру 2 раза. Ну что ж, перейдем к делу. Давайте уже играть. Я буду первым игроком. Я последний читал как раз историческую книгу. Что за книга? Историческая? Ну, относительно. Час быка Ефремова. А он очень любил историю и палеонтологию, поэтому считайте. Также я первый, последний, я последний смотрел фильм с Единорогом. Также я имею эльфийские уши. Также я, ну, короче, все условия первых игроков всегда у меня получаются. Ладно. Зато у меня 7 кубитов. Хорошо. Да, кстати, тут неравное количество вначале дается такая компенсация. Ну что, поехали. Первое мое действие. У меня 2 действия. Я буду выставляться на поле. Вот здесь есть город Гюттинген, который дает вам увеличение количества действий, если вы здесь торговый путь обоснуете. Ну что ж, я сюда 2 торговца выставляю. И на этом мои действия закончились. Ходит Влад. Я тебе помешаю здесь закончить путь. Так, во-первых, да. Сюда я выставлю своего торговца. Так. Вторым действием подумать, да, я пойду на путь. Терроризма. Сбора, да. Хорошо, видите, здесь можно выставлять своих помощников, независимо от того, занят путь, не занят путь, не важно. Ходит Женя. Так вот, расскажу, пока Женя ходит. Значит, в Гюттингене мы улучшаем действия, в Гале мы улучшаем ключи, в Гронингене мы улучшаем вот как раз наш навык книги знаний. Это навык, позволяющий перемещать торговцев по полю. Дальше у нас есть город Любин, где мы можем улучшать навык сбора, найма точнее, найма. То есть, мы можем из банка брать из общего запаса больше помощников. И также у нас что еще есть? А, вот интересный навык привилегий. Вот, это город Штаде. Привилегии позволяют вам как раз строить конторы других цветов. Изначально, ну, как правило, первая слева контора, города заполняются именно слева направо, пропускать нельзя. Первая будет всегда там белая, допустим, да? Ну, кроме вот в Варбурге нет, тут оранжевая. А чтобы вам на оранжевом построить в цвете контору, вам нужно прокачать навык. Вот, видите, у меня привилегии, я сейчас их открою. Вот, здесь как раз будут разные цвета. Вот, Жень, что ты сделал, пока я говорил? Нет, в привилегии. Пошел в привилегии? Штады. Хорошо. Ну? Обосновываюсь там пока что. Давай, ходи. Что будешь делать с зеленым террористом? Ну, у меня есть два действия. В принципе, я могу первым действием его заменить своим торговцем. А вторым действием основать торговый путь. В принципе, меня это устраивает. Я выставляю своего помощника сюда. Теперь Влад забирает своего помощника, выставляет на соседний торговый путь и еще берет из общего запаса еще одного помощника и выставляет на, может, на любой тоже соседний путь. Сюда или сюда. Если бы это был купец, то есть кружочек, то тогда надо было заплатить двух помощников. То есть мне. А, кстати, я скинул? Нет. Нет. Я должен заплатить за это действие тоже своего помощника. А если бы я замещал купца, то, соответственно, я должен был бы двух помощников. Напомню, что помощник это и торговец, и купец. Так, все, я заплатил точно. Раз, два, три, четыре. Значит, первое действие, это я поставился. И вторым действием я основываю торговый путь. Там целое, идет целый набор действий основания торгового пути. Значит, первое, я должен получить очки престижа. Во-первых, я убираю все пока что в руку. Очки престижа. Но у меня нигде никаких контор нет, поэтому очков я не получаю. Потом взять бонусный жетон. Бонусного жетона здесь нет на этом пути. Окей. Потом у меня есть три варианта. Либо я размещаю контору в одном из двух городов. Сюда не могу, потому что у меня нету купца. Внимание, видите? Здесь есть конторы с кругляшками. Где бы вам показать? Вот здесь. Есть с квадратиками конторы, а есть с кругляшками. Так вот, на этом торговом пути должен как раз быть купец, чтобы вот этот кружок заполнить. Ну, кроме того, что у вас должна быть еще привилегия черного цвета. И кроме того, что этот квадратик должен быть заполнен квадратиком. А вот если бы у вас вот так вот было, то тогда да, вы могли бы сюда поставить, но только кружок. Квадратик сюда нельзя ставить. Но в определенных случаях это правило немножко нарушается. Там есть такие жетоны, которые позволяют заменять местами конторы. Ну ладно, сейчас не об этом. Итак, идем дальше, да? Я могу основать контору, я могу улучшить способность или я могу получить специальную награду. Ну, соответственно, я улучшаю способность. Я вот беру кубик действий, вот этот себе в запас помощника. У меня теперь есть три действия. Соответственно, оно сразу же действует. Вот это третье действие у нас сразу же действует. Плюс одно действие у меня сейчас есть. И так как я не основал контору и не поставил сюда, да, купца, ну, если бы я здесь был, то я обязательно должен эти кубики скинуть в общий запас. И у меня еще есть плюс одно действие, и это действие будет найм. Я нанимаю трех, да, трех, да, потому что у меня навык три. Нанимаю трех помощников из общего запаса. Я все сделал. Так, ну, теперь я размещусь здесь. Первым действием. И вторым действием здесь. Все. Ну, давай. И возьму. Найму трех своих. Пока тут не развернулись силы. Ну, я тоже сделаю найм первым действием. Ну, ладно, расскажите. Короче, в предыдущих партиях был натуральный терроризм. Вы просто уходили в залож. Потому что действие позволяет вам взять любых помощников из общего запаса. Соответственно, выгодно брать других помощников для того, чтобы ими расплачиваться, когда заменяете кого-то. Ну, и вообще, кто-то увлекался этим и брал в заложники других помощников и не отдавал. Да. Прокачивался где-то. Ну, мы несколько сломали там, конечно, игру, но тем не менее. Вот. Идем дальше. Я сейчас хожу. Первым действием я взял найм. Вторым действием я поставлюсь вот сюда. И третьим действием я поставлюсь... Так, кто там что делает? Поставлюсь, пожалуй... Нет, третьим действием я заберу всех помощников. Еще трех. Ладно. Первое действие я выставлюсь. Вторым действием я сделаю найм. Так, что у нас тут получается? Давай сюда пойду. Вот сюда вот. Ходи. Нет, нет, нет. Хорошо. Я пойду сюда. Сюда. И... Третьим действием... Создам торговый путь. Я убираю купцов. Точнее, торговцев. Ставлю вот сюда. Дуйсбург. В Дуйсбурге ставлю... Извините, Дуйсбург. Или я не правильно читаю. Основываю контору... То есть, ну давайте еще по порядку. Итак, я основываю торговый путь. Не получаю победных очков. Очков престижа, точнее. Не получаю жетон. Выбираю один из вариантов действий. Построить контору. Строю контору. Этого дядьку отправляю сюда. Все. Я заполнил, кстати, Дуйсбург. И поэтому у нас кубик двигается. Не забыть. Не забыть. Три действия, правильно? Да. Я пойду по старинке. Первым действием сюда. Вторым действием найм. Давай. Вот видите, он забрал моих торговцев. Теперь себе поняли, кто это был. Интересно. У тебя три действия просто уже. Надо как-то тебя осадить. Да, надо. Тебе тоже надо. Выходи. Опять в Дуйсбург. В Дуйсбурге хорошо. Чем там люди занимаются, расскажи. В Дуйсбурге? Какие товары ты там продаешь? В Дуйсбурге. В Дуйсбурге. Дуйсбурге. Так, ладно. Поставлю сюда. Раз. Поставлю сюда. Два. И поставлю куда-нибудь еще. Никому не помешать? Никому не надо помешать? Помешать? Можешь. Можешь, конечно. Поставлю тогда. Давайте сюда. Три. Все. Я три раза выставил сюда. Да, можно повторять действия. Первым действием я замещаю. Женю здесь. Выставись. Плачу цену. И забери, пожалуйста, еще один. Если нету твоих в общем запасе, то ты можешь из личного брать запаса, когда тебя вымещают. Это было первое действие. Вторым действием я прокачиваю способность. Эти уходят. Это идет мне. У меня еще одно действие. Так, еще видим действие. Нечего делать 10-то, все. Нечего, ничего, да. Не бывает такого, чтобы я в игре, он нечего делать. Все. Все, ходи. Хожу. Хожу, хожу, хожу. Так, а этот жетончик у нас позволяет переместить... До трех оппонентов. Так, кстати, надо рассказать. Этот жетончик позволяет поменять конторы в городами, причем в городах. Причем не важно, цвет там, круглый, квадратный. Просто меняете и все. Есть здесь дополнительная контора, еще жетон. Во время строительства конторы вы можете построить контору там, где нет места для конторы. Вот левее от уже построенной конторы. Ну, типа вот так, да. Поэтому... Но по статусу она будет самая-самая низкая. То есть, если будете равенство считать. И жетон, который позволяет до трех помощников оппонентов переместить на другие торговые пути. Одно действие ты сделал, правильно? Ничего не делаю. Нет, ничего не делаю. Ну, я так вот сюда вот размещусь. Ходи. Первым действием я беру сбор. Есть. Вторым действием я делаю улучшение. Строю торговый путь здесь и делаю улучшение своей книги знаний. Теперь я могу до трех переместить помощников. И третьим действием я делаю сбор. Ладно. Первым действием я улучшаю способность сбора. Теперь я могу до пяти нанять. Вторым действием... Кыш. Отсюда. Плачу цену. Ты выставляйся. Соседняя. Ты только вот сюда. Да. И оттуда. И третьим действием я делаю сбор пяти. Четыре свои и один Денис. Все. Так, ну первым действием. Организовываю контору. Эти сбросы идут. Этот жетон ты берешь себе, а себе на тарелочку кладешь вот любой, ну можно я тебе выберу, не важно, ну любой жетон. И в конце хода ты этот жетон должен будешь выложить на поле определенным образом. Ну вторым действием я забираю эти жетоны обратно. Так, ну что у нас здесь? Ага, конторку организовать, да? Требования такие. На торговом пути не должно быть людей. И один из городов должен иметь свободную контору. Свободное место, да. Ну давай сюда, походи здесь. Ну хорошо. Раз. Два. Это основание торгового пути. Нету. Одно очко престижа получаю за Дуйсбург. Основываю контору. За нее не получаю победных очков, да? Потому что она была основана после того, как я получаю победные очки. Этого сюда. Это раз, два и три. У меня есть еще какое-то третье действие. Ну, пожалуй, я заберу своего обратно. Вот так. Ладно, первым действием выгоняем Женю. Платим цену. Выставляю своего второго. Да, тебя только туда. Вторым действием я прокачиваю себе способность. Третьим действием найм. Давай. У тебя все подготовлено. Да, да, все так. Первым действием я перемещаю. Перемещать, а сколько могу? Два. Два-два-двух. Ты хочешь переместиться? А за Селегова ты ж можешь занять разом. Чего? Город занять. Контору сделать. Кепками начать торговать. Кепками? Сосисками. Ну, что там в Германии? Сосиски, пиво, Гаслар. Безалкогольные. Нет, это два-ть перемещу. Это раз. А чего оттуда? Чего не оттуда? Это два. Перемещай. Так. А подожди, а этим же домом я могу и свои же перемещать? Смотри, жетоны как используются? Во-первых, в любой момент твоего хода. Во-вторых, ты, когда его использовал, переворачиваешь и кладешь вот сюда на правую сторону. Это не требует действия. Значит, это только оппоненты. Только мы. Ладно. Прибережешь. Выберем кого-нибудь. Полно будет ситуаций. Ладно. Ну, первым делом я сюда иду. Плачу за это. Только сюда можно тебя поставить. Да. И можешь выставить помощника. Вот этого. Вторым делом я сюда иду. Нет, подожди. Он должен же выставиться. А, да. Перед тем, как я второе действие сделаю, да, ты должен выставляться. Ну, если ты выставляешься, у тебя выбора нет, ты только эту занимаешь. Нет. Ну, это сейчас, да. Сосредняя. И потом... А, у тебя больше нет. Да. Но если ты сместишь его, он пойдет под цепочки. Да, под цепочки следующие. Второе действие я опять плачу. Вот так. О, мы и вернулись. Убираю. Вот. Третьим действием надо что-нибудь еще раз тебя смочтить, но это будет неинтересно. Третьим действием я пойду вот сюда. Я сделал все свои три действия. Так. Куда бы пойти теперь, а? Там занято. Раз, два. Вы любим люди в свой родной террористический город? Да можно, но видишь, пока там нет особо людей, чтобы захватывать. Любим помощник. Очень любим помощник. Вот так выглядит тоже. Раз, два. Три мы наймем. Все. Так, хорошо. Теперь действием. Мы используем уже тончик. А, ну да. Благодарю, куда не ринулся хоть. Чего замещать. Давай на любые пути какие-нибудь перемещаем. На любые соседние? На любые вообще. По карте можешь рассказать об этом? Да, по карте. По карте. На самый длинный вы нафиг не можем. Сюда его кинь куда-нибудь. Давай вообще сюда. Вы можете использовать этот жетон, чтобы изменить позиции ваших помощников. Чего? А, вот. Ты спросил, можно ли своих. Можно, но только поменять местами. Купец может быть перемещен на новую клетку, а затем торговец, взятый из другой клетки, может быть помещен на прежнюю клетку купца. Можно. Извиняюсь. Но только местами это не выгодно. Вы можете использовать этот жетон, чтобы изменить позиции ваших помощников. Купец может быть перемещен на новую клетку, а затем торговец, взятый из другой клетки, может быть помещен на прежнюю клетку купца. Какое-то странное, да? Ты, по-моему, серебряное читаешь, там, по-моему, под золотой своя есть. Нет, нет, нету, 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 они такие же. Так, в общем, я использовал жетон, твоих раскидал, по земле немецкие. Теперь у тебя еще два действия. Да, у меня два действия, я тогда перемещаю своих первым действием. Вторым действием организовываю, ну, точнее, прокладываю путь, да, получаю док действия, и опять... А, ты решил нанять их обратно? Да, и нанимаю обратно. Плохо. Все? Я закончил ход. Ну, хорошо, первым действием я беру и перемещаю своих купцов по сюда. Спасибо. Это вот, у меня книгознание прокачано. Вторым действием я основываю торговый путь и выбираю улучшить свое действие. И третьим действием я забираю всех купцов сюда. Смотри, не оставляет уже. А, очень горький моб. Да. Опыт. Это лучший из учителей. Первое действие... Нам в Дойсбурге все равно. Раз, второе, два, третье, три. Жень. Все, ходи, Жень. Будешь реагировать на это нагло? Что им там делать? Он должен нечем расплачиваться. Он туда не пойдет, естественно. Нет. Он сейчас здесь прокачается, скорее всего. Здесь прокачаемся. Ходи. Это все? Да, три выставился. Хотя... Подожди. Да, да, подумай. Первое действие – это перемещение. Второе. Вот. И третье он сейчас их все там оставит. Третье. Если улучшится. Третье. Что у нас третье? Третье действие можешь передать мне. Не дам. Я так долго ее завоевывал. Ах, ну давай, ладно. Давай. Ты все-таки решил пульт струить? Ну ладно, поехали. Раз. Два. Три. Три. Плати. И еще одного. Плати. Сначала сделай, потом заплачу. Это третье действие? Куда? Ну, в принципе, все. Первым действием – кыш. Вот сюда. Одного. И второго куда-нибудь плачу. Вторым действием. Делаю. Улучшаю себе действие. У меня теперь еще плюс два действия. Ну, кому-нибудь плюс еще одно действие. То есть у меня два действия. Третье действие. Да, третье. Четвертым я забираю. Делаю найм. Ой, какой. Ну, не говори вообще. Ну? Ты не хочешь? Ну, прокачаться не хочешь. В дорожке своей. Надо прокачиваться. Надо. Раз. Прокачиваю себе. Че это прокачиваешь? Книгу знаний. Книгу знаний прокачиваю. Два заберу обратно. Три. 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 Давай мы вот так сделаем. Три. Ну ты какой, а? Переместим. Переместим. Я там буду выливать оттуда. Так, тебя надо оттуда удалить. Удали. Зачем меня оттуда удаляется? Подождите, пока я уйду на следующем ходу. Уже. Спокойно там разрубитесь. Чем не тебе там разрубитесь? Уходи, ты сам уйдешь. А, ну я тебя понял. В принципе, нормально. Ладно. Раз действия, я пойду вот отсидываю сюда. Два действия. Это я основываю торговый путь, прокачивая свою книгу знаний. И три действия я забираю своих сюда. Нет терроризма, мы все. Да. Ладно, первым действием. Так. Обоснуем контору здесь. Вот он я забираю. Что там за жутончик? Это поменять контору местами. Это первое действие. Второе сюда. Пойдем на ключи. Ну выбей ты его, пожалуйста. Не, я как бы не это. Ну блин, это... Так, это второе. Третьим действием я выбиваю тебя. Плачу цену. Еще одного ставь. Еще одного из личного запаса ты можешь поставить куда-нибудь. В любое место или... Да, на любые соседние пути. Да, у нас соседние пути. Да, где-то куда. Давайте. И заберу свои. Так, теперь в конце я должен разместить жетон. Ух ты, плюс четыре действия. И размещу я его... Наверное, он сюда. Нет, не может. Нельзя. Не заняты. Да, пустое нужно быть. Пустое, пустое, пустое. Эх... Так, чтобы не забрали. Тут такого нет. Только если где-нибудь есть. В карман только спрятать. Ну да. Нормально. А можно так в карман, да? Ну. Ладно, вот сюда. Сюда? Сюда. Ты реально... Всё, пошёл я туда. Короче. Скай. Жетон у места. Скай. Зато он ничего не обоснует здесь. Привилегий не хватит. Ну да. Но я всё равно жетон заберу. Ну ты не заберёшь. Как это? Сейчас Женец заберёт. А зачем же ты ему отдал? Скайпу. Ну, странно. Окей. Ладно. Два действия. Хотя... Ну, уже здесь, отсюда перекинуть. Зачем оставь так на следующий ход? Какой следующий ход? У него всего три действия. Ну, сейчас тогда... Скидовый дурак. Мы уже думаем, продолжим ходить. Ну да, да, можешь. Так. Ну, просто, чтобы сэкономить действия. Не надо экономить, делать с размахом. Так, давай сейчас подумаем. Что ты там подговариваешь с меня? Я считаю, что это не рациональный ход. Это называется просто подарить жетон оппоненту. Ну, это лишь моё мнение. Раз. Есть машина. А? Не-не. Всё нормально. Два. Два. Бери жетон. Забираю жетон. У тебя сразу... Ты их можешь сразу использовать. Свои две тыс. Забрал жетон, сразу же положил новый. В конце хода положишь его. Плюс четыре действия. Ты же забрал свои два куда-то. Вернулся его обратно. Три. Три это забрал. И у тебя ещё четыре действия. Ещё четыре действия. Что я делаю? Помни об этом. Так, давай решаешься реально. Раз, два. Можешь действие сделать, смотри. Конечно могу. Ты хочешь? Раз, два, три, четыре. Раз. Плохой. Два. Так, сюда и из личного запаса. Подожди, подожди, пусть он сделает. А, низ, ну да. Да, сюда. Да. Три, четыре. Не прокачивай себе. Только штучек. Окей. Ну. И выстави жетонного. Чё? Жетон выстави. А, жетончик. Конторка. 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 Да, вот. Давайте, да, да. Вообще хорошо. Ладно. Моя очередь так делать. Раз, два, три. Всё. Ещё? Да. А, у меня нет действия. А, подожди. У меня нет действия, которое... Четвёртым действием я должен организовать, собственно, путь. Ну ладно, я тогда... Раз, два... Ну я так и похожу. Раз, два, три. Собственно. Всё. Первым действием выгоняй тебя отсюда. Плачу. Так, давайте сейчас вот сюда. Да. Ты должен искать как бы соседние, соседние, соседние пути. Да, и этот сюда. Вторым действием прокачиваю путь. Да, прокачиваешь ключ. Да, прокачиваю ключ. И ещё два действия. Так. Раз, действия. Забираю найм. И всё. Женя. Ты долго тут собрал сидеть? Только до конца партии. Нет, она... Привилегия нужна, а ты тут что-то это... Он стоит в очереди. Не тешешься там. В очереди за привилеги. Да, у нас в очереди. Кто следующий? Чё-то от красного много, да? Вообще много. Слишком много. Ещё десять, если хочешь получить, нельзя. Да. Он тебя тогда обгонит. Ладно. Раз, два. Я чё-то прокачиваю. Привилегию прокачиваю. Это два. Да. Ну и пускай будет... Я не знаю, куда. Ну давай сюда. Три. Первым действием основываю торговый путь. Прокачиваю свои действия. У меня ещё три действия. Раз. Два. Три. Кирилл. Так, что мы сделаем. Первое действие – перемещение. Две. Раз. Два. Второе действие – сюда. Третьим я улучшаю себе действие. Третьим я заберу обратно. Проходи. Учись как надо. Поставил, забрал и всё. Всё хорошо. Ну, вот что я тут, в принципе. Давай перемещу первым действием. Вторым. Обосную путь получу себе. Да, в двести. Третьим заберу себе. Четвёртым. Ну, вот сюда ты же хотел. Ну, вот сюда вот, да. Хотел точно. Нет, туда-то не хотел. Ты точно хотел. О, блин. Ходи. Раз. Купца, внимание. Два. Три. Основываю торговый путь. Выкладываю купца на белую. Видите, эти человечки, они тоже таких же цветов, как и цвета контор. Соответственно, чтобы мне разместиться на оранжевую, мне нужно оранжевую привилегию. Ну, и так далее. Значит, третье действие, я-то основал торговый путь. В конце игры у меня плюс 7 очков. И четвёртым действием я забираю своих ребят. Так, первое действие. Сюда выставился. Вторым действием. Организовываю контору. Забираю жетон. Берём новый. Это два действия. Три. Четыре. И жетон. Об накладке. Поменять местами. Поменять местами конторы. Отлично. Да. О, вот сюда я его бахнул. Давай, раз, два, три. Основываю конторку. Берёшь жетон. Берёшь жетон. Берёшь, наверное, жетон. Берёшь, наверное, жетон. Четвёртое действие. Дальше пошли. Неправильно. Сюда. Новые заложники-то, смотри. Чё, я хожу? Да. Четыре действия. Ну, качну. Раз. Два. Три. Четыре. И всё. И тут четыре, да? Да. Плохо. Почти светофор, если мы так сделаем. Два. Три. Четыре. Забираю заложники. То есть, за что ты забрал их? Это были мои. Ладно. Всё, да? Да. Раз, два, три. В четыре себя прокачиваю действия. Пять. Вперу я дошёл, да, это пятерки. Молодец. Раньше Женя. Так, ну давай. Раз, два. Три. Да, за жетоны потом. Блин, я забыл. Стоп, 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 давай. Верни назад и выкладывай, да. Он ничего. Он пустой? А, значит всё. А, ну возьми новый. Это жетоны, кстати, пустые жетоны, нужны для того, чтобы вы могли сами написать какой-то там плюс десять действий. Сами навык придумали. Извиняюсь. А вообще пустой жетоны, значит, ты проиграл. Уходи. Да. Да, вот сюда и теперь, да. Теперь действуй. Вот у меня нарезанное напоминание. Не забыть. Кстати, города никто ещё не заполнял. Давайте посчитаем. У нас всё правильно. Раз и всё. Да. Больше мы не заполним. Сколько было? Это забираю. Раз, два, три, четыре, ты сделал? Сколько ты жили сегодня? А ты их просто переместил? Нет, у меня здесь был. Один был. Ну, не подожди, сколько у меня это было? Что было? Сейчас четыре действия сделано. Каких? Раз, два, три. Нет. Не так же были. Они были, да. Да, а то он обратно ставил, когда жетон забыл. Ну, ладно, хорошо. Уходи, один. Давай. Раз. Извиняюсь, но это раз, потому что у меня четыре. Ну, ещё. Два. Это основываю контору. Контору. Беру жетон. У меня ещё два действия. Да. Три. Забираю. Четыре. Выставляюсь. Вот. Вот. Сюда. И у меня ещё четыре действия. Я их сразу же... Кстати, новый жетон беру. Сейчас, извиняюсь. Главное, что это не пустой. У меня ещё четыре действия, да? Угу. Ещё четыре действия. А ты знаешь, извиняюсь, нет. Четыре действия. Раз. Два. Плачу. Перемещать уже. Вот этими двумя куда-то составляю. Соседние, да? Да. Раз, два, три. Три. И ещё один из запасов. Так. Куда бы встать-то? Ну, допустим сюда. Угу. И четыре. Это у тебя тут этот? Да. Четыре я улучшаю. Отдаю. Но улучшаю себе привилегий. Так. Я заплатить должен был два раза, да? За то, что... Значит, я должен два куба отдать. Один-то заплатил. Жёлтый. Сюда и Жень тут. И второй раз я плачу, вот. Да? Да. Да. Всё правильно. Всё. Это у меня. И я улучшился. Да, и получил одно победное очко за то, что я основал торговый путь, и у меня здесь есть контор. А, кстати, я здесь, по-моему, уже должен был получить. За это? То есть была, да, конторка. Да, не забывайте, пожалуйста, не забывайте. Раз. Нет, пока нельзя. Давай, давай. Раз, два, три. Четыре. Это я прокачиваю привилегии. Угу. Четыре. И пять. Вот так. Всё. Так, смотри же, а не мы там нельзя дать. Мм? Нельзя дать сюда ещё поставить. Почему? Это очень даже можно. Ну, у тебя будет 7 плюс 8, 15? Нет. Нельзя. По-моему, нормально. Тебе, да? Мне нравится. Да, мне нравится. Человеку нравится, может быть, всё же понравилось. Он в Аздуевсбурге, всё просто. Кстати, а в конце игры считается только использованным? Нет, все. Все, да? Все, да. Ой, 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 чей сейчас ход был? Мой. Ну, тут так себе брать оппонентов. Эй. Да. Всегда постоянно. Постоянно забывай про те жетоны. Постоянно. Нашу памятку себе сделал. Даже памятку я забываю посмотреть памятку. Там такой чик-чик. Ну, им памятки не хватает. Но ты всё равно бы вряд ли туда пошёл, правильно? Ну, окей. Памятки не хватает. Нет, туда вряд ли бы я пошёл. Четыре, всё. А-а-а. Раз, два, три, четыре. Это плохо. Убираем. Убираем раз. Ещё один. Ты заплатил? Я в воду и заплатил. Убираем, да? Платим. Да. Ты в дверь. В окно. Перемещение делаю на два. Сюда. Это три. Три. Четыре. Пять. Так, он там всё равно обоснуется, да? Да, можешь меня выгнуть. Ты можешь хотя бы ещё один у него куб убрать. Тогда он выставит из своего запаса. Ему просто туговато. Чуть-чуть. Можешь, конечно, купца у него подрезать. Тогда он точно не... Блин, он мог купца резать, чёрт. У него больше нет купца уже. Раз. Два. Три. Четыре. 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 Попишешь у него купца, е-мое. Или вот этого хотя бы. Нет, лучше вот этого совершить. Нет, давайте не будем советовать прям. Ты можешь советовать там действие какое сделать, но прям вот это уж слишком. Это же евроигра. Семейная. Очень семейная. Я бы с таких игр я могу начать. В другом доме. Ну, она очень, конечно, очень жесткая. Ёлки вообще что делать? Ну ладно. Хабель. Раз. Давай-ка мы... там друг друга прокачиваете, вы знаете. Вот сюда? Да. И ещё одного заплатил. Так, ещё одного я выставлю вот сюда. Два. Сюда. Заплачу. Одного мы выставим вот сюда. Три. Основываю торговый путь. Блин. И четыре. Забираю своих... Троих. Троих купцов. Так, я основал здесь торговый путь. Да, всё, пока всё. Так, первым действием. Основываем контору. Здесь уже была одна моя, эту сыночку. Ага. Так, это первое действие. Второе действие. Прокачиваем способность здесь. Это второе действие. Третьим действием... Кстати, стоп, стоп, извиняюсь. У нас должно быть три жетона. Какой-то жетон кто-то не положил. На поле должно быть три жетона. Я в общем, ничего не играл. Кто-то не положил жетон, когда жетон. Раз, два. Действие ты потом забрал бы. Я не выложил. Возможно, ты не взял себе новое. А, вот этот взял. Ты же не выложил, да? Нет, я выложил. Я даже посмотрел, чтобы был не пустой. Кто-то взял жетон и не выложил. Ну, давно взятый. Давайте выложим. Давайте выложим. Да выберем куда-нибудь, а потом выложим. Ну, вот такой. Такой. А, вот этот товар. Можем сюда. Кто ходит? Я хожу, у меня только два действия было. Так, третьим действием переместимся сюда. Четвертым. И пятым я забираю. Подержим. Так, раз, два, три. Четыре. Пять. Все? Да. У меня тоже. Раз. Два. Лучше действия. Три. Надо четыре. Пожалуй, какой-то четыре. Выбирай своих. Да, четвертым заберу. Так, первое действие раз. Вторым действием организовываю. Нет, ты не можешь. У тебя привилегий нет фиолетовый. Блин, афига привилегий. Точно. Раз. А ты, блин. Четвертый момент. Я допер. Он просто ставит туда кубы, чтобы никто не привилегировался. Хорошо, раз. Вечно вы все это придумываете. Может, мне просто другие потом действия нужны. Два, три, четыре, пять. Ходи. Ничего себе. Ничего себе. А раз-то что было? Вот поставил. А, ну. Ну, понятно. Окей. Так, ну что? Или это было два? Нет, по-моему, раз-два. Так. Опять. Да? Да. У тебя тут не было. По-моему, у тебя вот так было, да? Нет, это я сейчас поставил. Поставил он, да, сейчас. Вот так, по-моему, было. По-моему, три было. По-моему, было три. Я отсюда переместил. Я отсюда откуда-то. А, я понял. Все, все, все. Окей. Так, я все уберу. Влад туда. Оп. Да. А он и так уберет с помощью жетана. Ведь так отсюда я передвину. А что, без жетана такой везли? Будет. Ну, и сейчас все будет. А, уже, да? Да. Можно, конечно, меня туда подвинуть. Не, ну, тогда я лучше, что. Один. Два. Три, четыре, пять, да? Четыре, пять. Ты серьезно? Да, нет, нет. Нет, это совсем, конечно, уже будет трэш. Давай, тринуть, тринуть. Три, четыре, пять. Ну, да, пускай так. Раз, два, три, четыре. Я основываю торговый путь, прокачиваю действие. И пятым забираешь. И пятым забираю кубье. Хорошо, раз, два, три. Четвертым действием прокачиваю все способности. Пятым, видим, туда. Зачем я это делаю? Стоп, нет, я это не делаю. Так, раз. Вторым действием организовываю контору. Забираю жетон. Так, это два, три. А, не, нужно сюда. Два, три, четыре, пять. Вот. Организую конторку. Один. Два. Да. Организовал я. Один, да, тебе. Один очок. Два, два, два. Так, посчитаю ваши победные очки. Три, четыре, пять. Шесть победных очков за четыре жетона. Три победных очка за три жетона. Один. Я хожу? Да. Тайк, что ты там хочешь девять очков получить? Конечно. Не бывает этому. Давай. Не там, так в другом месте. Ничего страшного. Сейчас. Я должен немного подумать. Я и до этого думал. Ну, а сейчас. Но еще меньше, да. Ну, еще меньше. Ну, 15 очков, конечно, эти вообще уже. Не ахти, конечно. Действия прокачивать нет смысла. Вообще никак. Раз, два, три, четыре, пять. Ладно, пойдем раз, два. Три, четыре, пять. Выход простой. Вот, теперь первым действием. Делай все контору здесь. Точнее, не контору, а подачиваю. Да, подачиваешь. Это один. Нет, стоп. Я еще не улучшился. Как это? Ну, вот раз. А, ты же... Аня, у тебя каким-то образом привилегия появилась. Куда ты? Вот это он все делается. Раз. Два. Теперь вот так. Три. Три. Четыре. Четыре. Опять забираю. Четыре. И пятым надо... Ну да, вот сюда. А, и использую жетон на три перемещения. Вот этих мы возьмем. Не, не вот этих. Возьмем вот этих и вот этих. Да какая разница у него? А, нет. Злодеи. Я же могу менять их местами, к примеру, а вот этого поставить вместо вот этого? Нет, 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 только на свободные клетки. Ага, ну ладно. Свои ты там как-то можешь меня... Ну так. Я не помню, как. Мы тебя поставим. Не бросай меня в терновый куст, братец. Сюда. Кто? Волк? Вот сюда. Братец. Кто там был? Кролик? Все. Не знаю. Ходи же. А, ну это сказки американские. Чего ты меня куда поставил? Сюда и сюда. Жетон. Опять не выложили. Опять этот жетон. В смысле? Я отсюда использовал просто яшню. Да. Почему опять два жетона? Объясни мне. Ну, кто взял жетон? Куда девать все жетоны? Ну тут же был жетон. Какой-то. Так вот. А, это уже я, Каси. Касифор. Да, выставь, пожалуйста. Это плюс одно улучшение, между прочим. Подумай, куда его... Сюда. Получилось. Давай. Раз, два, три. Четыре. И пять. Все. Да. Что-то у меня четыре. Раз. Два, два, я основываю на два, я основываю контору. В смысле, торговый путь. А, просто неправда. Я могу и там тоже. Торговый путь. Это третье было здесь, да? Это второе. Второе. Первого он пригнал четверых. А, четверые же он пригонял. Потом это нет. Второе. Я основал торговый путь. Построил контору. Да, у меня была там контора. А, у меня еще есть третье действие. А, еще три действия. Я улучшу себе привилегии или ключ? Привилегии или ключ? Ключ. Что-то хочешь. Хочешь ключ. Хочешь что-то за города получше. За контору в них. Ну, даже не следит оттуда. Откуда? Отсюда. Тебе не выгодно не качать разом сейчас, не уходить. Ну да, я улучшу сразу ключ. Подожди, в конце хода. Так, у меня еще три действия, правильно? Еще три? Да. Да, он только сделал два, это доп действия было. Какое доп действие? Нет никаких. Это не требует действия. Прокачал, ну доп действия что-то. Всего у меня еще три действия. Так. Раз. Два я основываю... Что это за кубы у меня были? Это я, наверное, контору основал? Да. Раз поставил. Два основал, еще одно действие. Два основал. Еще одно действие осталось. И три забрал своих... Вот так вот, наверное. Да заберем мне блиных на вал. Не заберешь. Три. Все. И теперь в конце хода выкладываю жетон. Это заменить эти самые местами штуками. Кто здесь будет? Так. Раз. Два. Три. Четыре. Привилегию. Сделал. Пять. Все. Ходи, Жень. Ну, давай, не знаю. Ах, ты что-то можешь сделать. Два. Нет? Нет, не можешь. Не мог ты так сделать. Купца сюда надо ставить. Кругленький жетон. А, кругленького. А, у тебя есть купец? Да, у него я. Ах, ты злодей. Господи. Трех ты переместил. Одного поставил. Кругленького ставлю. Сброс. Сброс. Свой личный сброс. Далеко просто. Сколько ты действий сделал? Сделай нормально, пожалуйста. Так, давай, хорошо. Хорошо, хорошо. Все. То есть там 18 действий, еще одна дополнительная, еще жетон. Смотри, три перемещения. Первое действие. Первое действие. Второе. Купец. Третье. Четвертое. Ну и пятое. Опять не слезает оттуда. Окей. Ходюкай. Да, сейчас пойду. Сейчас пойду. Ладно, у меня пять ходов. Раз, два, три, четыре. Основываю город, ой, контору. Получаю одно победное очко. И пять забираю своих ребят обратно. Первым десятьем раз, вторым два, три. Четвертое. Основываю контору. Получаю раз, два победных очка. Это четыре. Перезабрал. Вопрос. Это же можно как доп действие сделать. То есть, я не могу. Нет, во время строительства конторы ты это делаешь. Когда ты хочешь построить контору. Но все занято. Ну да. Нет, не все занято. Но, смотри, вот я строил здесь. Я же мог использовать и поставить здесь счет. Это же только одну контору уже можно построить. А, вход только одна контора. Одна контора. Да, все. Ну, по сути, это там, вот тут, где занято уже. Да. Так, смотри. Раз. Два занятых. Да. Передвинули. Все. Все, я забрал вот это. Себе вот это в конце хода. Ой, блин. Что там? Действия, действия, действия. Действия, действия. О, действия. Действия? Сейчас. Ну, сейчас начнется. Еще они мне попадают. Подавали бы вес. Давай отсюда. Не, я тебе не дам. Ты сейчас тут займешь. Конечно. На. Занимай. Есть чем тебе подвинуть. Впоследствии. Даже два раза. Хороший вопрос. Можешь ли сделать ты доп. контору, да? Можете использовать, чтобы изменить правила. Разместите одного из ваших помощников, чтобы создать дополнительную контору в одном из двух городов. Единственная требовательность состоит в том, что самая левая клетка должна быть уже занята. Понятно, да. То есть ты можешь выбрать либо на самую правую здесь поставить, либо на самую левую, если есть жетон. То есть ты не обязан сначала заполнять весь город, а потом там что-то делать. А то есть можно было поставить? Да, да, да. Да, ладно, ладно, не будем терять три. Раз, два, три, четыре. Забираю, да. Да, пять. Забираю уже тончик, забираю сюда. Забираю уже тончик, забираю сюда. Забираю. 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 Кто главный в городе? На получение победных очков, да. И потом, ну, кто контролирует город, за него получает два победных очка. А, подожди, а это когда я построил конторку, да, здесь? У меня здесь была конторка, но она не главная была. Вот здесь была у тебя конторка. Да, ладно, ты получил все право. Нет, ты получаешь два победных очка. Да, да, за это не получили, потому что там… Да, да, все правильно. Ну, хорошо. Ты сейчас понапихаешься до этих конторок, блин? Таких конторок. Равантех. А, ну да. Чтобы главенство взять. Ну, только смысл. Ладно, раз, два, три, четыре. Улучшаю свой навык. И пять забираю своих ребят. Все равно мы делаем это дурацкое действие с забора. Ну, бывает, да, бывает. Каждый делает. Важно, Женя, он дважды. Даже дважды. Так. Раз, два, три. Четыре. Делаю контору. Заполнил город. Да, заполнил город. Использую жетон перемещения конторок. И вот хочу вот так вот сделать. Не знаю, зачем он просто. Ну, да, ты главнее. Женя. Но у меня все равно неравенство. У него больше два. А что это влияет? Чтобы точки не получили. Ну, да, как бы, если... Но все равно сложение. Да, то ты получишь раз-два очка. Да. Если бы у этого не было к миру, то только одно очко. То только одно, да. Чем правее твоя контора, тем ты главнее, как бы, если при равенстве. Пока равенства нет. Пока только ты. Главный злодей. Причем доп. Конторы, имейте в виду, не могут быть поменены. То есть ты не можешь пристроиться, а потом поменять. Nope. Ну, давай тут. Раз, два, три. Это конторка. Это у меня что? Одно? Подожди. Ты как-то вот... Я запутываюсь, Жень. Ладно. Давай. Я просто не могу понять. Раз. Да. Вторым действием делаешь контору. Два. Да. Вот это я подвинул. Три. Набрал. Три. Вот. А то у тебя два... Три. Карман сразу. Такой, два, перетекающие в три, но вроде как и не три. Но уже и не два. Но это еще два действия. Это давно у тебя лежит? Или пять? Это? Да, с прошлого хода. А, ну да. Опять забыл поставить. Улющать. Ну, как хорошо. Ладно. Я хожу. Да. Сейчас ДН5 заберет. Раз, два, три. Четыре. Ну, собственно, да. Четыре. Беру жетон. И... Пять мне, наверное, какой-то. Ну, пусть будет сюда. Пойду к вам, ребятушки. Пять. На самом деле... Так, я должен жетон. Да. Так, чтобы он мог и не думать. Это пустой жетон. И, кстати говоря, следующий, кто возьмет жетон, закончит игру. Но тут вкусно. Ну, вот так я положил. Да. Ну, смотри. Раз. Ты будешь заканчивать игру, точно? Ну, смотри. Не, ну как смотришь. Мне нравится играть. Четыре. Пятым действием. Хотя нет, сейчас. Надо тут посчитаться. Пятого действия вообще будет бессмысленная. Но, как бы, если ты хочешь там уголовенствовать, то нет. Это будет цепочку просто. Ну, цепочку окей. Что будет у меня цепочка. Ну да, цепочки считаются просто присутствием твоей конторы. И все. Так просто четыре. Пять. Сюда еще одну контору. Буду главным просто. И три действия. Раз, два, три. Да, еще можно поиграть. Но это твое право. Я считаю, что еще можно побороться. Побороться, да. Но выиграть можно и сейчас попробовать. Ну, давай. Ладно. Раз, два, три. Четыре. Пятым действием основываю контору. Потому что могу. Получаю одну очко еще за это. Одну очко за это. Получаю жетон. Все. Да. Сразу его... Нет, ты его не можешь использовать. Все, игра заканчивается. В принципе, да. Ну, как-то вот так. Да. Значит, игра заканчивается в трех случаях. Да, по сути, вот это было брать бессмысленно. Если, ну да. Если кто-то 20... Вообще можно было не брать жетон и, ну, как бы дальше играть. В этом прибыл. Ну, 20 очков. Либо кто-то... Либо заполняется вот этот трек заполняемости городов. Давайте его проверим. Раз, два, три, четыре, пять. Пять городов, да? Пять. Вот. Я заполнил. Вот, ты заполнил. Либо... Что там еще? Кончаются там же. Либо жетоны кончаются, да. Значит, все. Мы закончили основную часть. Давайте теперь посмотрим, за что мы все получим победные очки. У меня сложилась цепь. У меня сложилась цепь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Очки престижа, понятно. Дальше. За полностью развитые способности. У меня восемь. Давай тебе восемь. Это сколько? Можно писать. Кстати, есть такие штуки. Можно посчитать. Можно 12. Да. Кто, у кого еще есть? У меня четыре. Да. Раз, два, три, четыре. У тебя две полностью? А, у тебя две полностью раздавные. Ключи не считайся. Женя. А, ты мне еще четыре. Раз, два, три, четыре. Женя. Да, это что? Восемь, да? Да. Окей. Дальше. Очки престижа за жетоны. У меня три жетона, я получаю три очка. Раз, два, три. У кого сколько? У меня пять. Шесть очков. У меня тоже пять. Шесть очков. Три, четыре, пять. Это Мусеер. Спасибо. Дальше. Очки за Кёльн. У меня 15 очков. Тридцать. У Влада девять. Двадцать семь. Двадцать пять. Значит, вот все. И у Жени одиннадцать. Удогнал. Прократите это делать. Да, он сам говорит. Ладно. Действительно, там куча. Так, очки престижа за города. Значит, два очка престижа за каждый город, который вы контролируете, где у вас больше всего этих квадратиков. Раз, два, три, четыре. Четыре. То есть, восемь очков у меня. Тридцать восемь. У меня раз, два, три, четыре, пять. Сколько? Пять на два, десять. Десять. Двадцать семь, тридцать семь. Женя? Четыре. Четыре на два, восемь. Восемь. Двадцать пять. И очки престижа за сеть. У меня. Раз. Да. Давай с тебя начнем. Да тут понятно, кто выбрал. Восемь. Да. Давай. Раз, два, три. Три города в сети. Четыре. Нет, у меня здесь нет конторы. Я лоханулся, и у меня здесь был жетон, который я не успел использовать. Я хотел здесь подстроиться к Жене. Это я. Ну, извини. Да, и сделать сеть. Но я не сделал. Раз, два, три. И теперь считаю, сколько у меня в этой сети кубиков и кружочков. Раз, два, три, четыре. Умножаю на два, то есть восемь. Тридцать восемь плюс восемь – это сорок шесть. Я набрал сорок шесть очков. У меня раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. В каждом по кубику. Семь на два. Четырнадцать. Раз, два, три, четыре. Сорок один. Сорок один. Да. Женя. Да мне мужа даже не считать. Раз, два, три. Вот. Четыре. Четыре на… На два. На один. А, на. Он не качал ключ. Кубики же считаем. А, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну, шесть какая разница? Да. Сорок один. Ну, вот одного хода не хватило. Всем не хватило одного хода. Я вот здесь не присоседился. Я бы тоже… Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть, шесть. У меня было бы двенадцать. То есть, не восемь, а два, три, четыре. Ну, все равно. Короче говоря, вот так вот. То есть, у меня был по игре минус один ход. Получилось так. Да. Ну, потому что я закончил, ты не успел выходить. То есть, я меньшее действие делал. Ну, это могло быть у нас два. На два, ну, походу, меньше могло быть. Как только ты вот заканчиваешь, это твое право, как бы, заканчивать, не заканчивать. Ну что, в общем, я сразу скажу, что игра, блин, ну, офигенная. Вот что ни говори, но механика здесь и вот эта вот вся вот балансная часть, вот как ты можешь любыми способами здесь там очки престижа зарабатывать, это мне прям очень-очень нравится. И ее вот эта вот очень-очень элегантная-элегантная такая вот механика, когда ты все, все так понятно, просто, и ты просто наслаждаешься процессом от игры. Даже не скажу, что прям от выстраивания вот своего движка, мне просто, просто приятно, вот, я нашел это слово, приятно в ней играть. Я считаю, что это гениальная игра, вот, мне больше ничего сказать. Я сейчас посмотрю, какого она года, ну, а вы можете. Мне тоже игра понравилась. Первое, потому что я выиграл. Второе, потому что я выиграл дважды до этого, хоть мы и сломали игру. Я никогда этого не понимал, почему, может, игра нравится или не нравится, когда ты выигрываешь или не выигрываешь. Вот смотри, ты выиграл в игру, она мне нравится. Что это? Как? Нет, ну, это одно из приятных бонусов. А, ну да, если приятные бонусы, то я понимаю. Извини, 2009 год. Вот. Так. Второе, это то, что здесь есть борьба. Действительно, борьба есть. Как на территориях самих, особенно в самом начале здесь самое жесткое. Что всем охота побольше действий. Ну что, семья, я купил игру. Сегодня мы поиграем в Гонзейский союз. Проходит два часа. И поссоримся. Да. Ну вот, это то, что я в основном люблю, это конфликт в играх. Угу. Вот. Ну и продумать так, чтобы занять самые лакомые места. Особенно я прозевал вот здесь. Из-за чего просто, то есть, поднапрячь место одно. Чтобы выиграть хоть как-то. Какое место ты напрыгал, кстати? Голову. Так. Вот. Ну и последнее, то, что можно взять, похитить рабочих, тем самым ограничить хоть как-то противнику. Да. Ну, в этой партии это не особо чувствовалось, но вот когда мы сломали игру, там прям жестко так, что прям аж... Да, у меня... Пропускал ход постоянно. Мне просто пропускались ходы, потому что... Некого было выставить. Да. Про агрессивность ты прям хорошо сказал. Она... Это прям вот не то, что вы думаете. Посидим с семьей, поиграем. Тут прям очень-очень такая карта плотненькая, что тебе постоянно надо бороться. То за эти действия, то там еще за что-то, то за города. В общем, она достаточно жесткая в этом плане. Если компания там обидчивая, вообще в принципе есть такое, то не советую, не советую эту игру для обидчивых компаний. Вот. Я, кстати, не знал, что ты любишь конфликтные игры. Я их обожаю, поэтому со мной никто и не играет. Да? Да, потому что я всегда иду войны на всех. Мне это ж нравится. Так, ну что, Женя, рассказывай. Что тебе понравилось, что не понравилось? Понравилось. Понравилось то, что здесь куча всяких действий, куча стратегий, да. Пусть вот пять действий. В смысле? Ну, пять действий. Так, пять действий, еще можно на карте сколько много продумать. Да, вот так хотелось. Вот. Ну, мне нравятся такие игры, где можно там, да? Простое действие, выставляешь кубик, а вариантов куча. Это самые такие любимые игры. Конечно, здесь очень много конфликтов, для Синьяна не подойдет, да? Ну, вот для нас, гиков, самое то. Что мне понравилось, это вот то, что у меня был минус один ход, на самом деле. Непонятно, почему так заканчивается сразу игра, не до круга. Ну, у тебя было преимущество. У тебя было больше всего рабочих. И рабочих, плюс ты взял жетон на еще плюс четыре хода, что не было у меня, к примеру. Не, я имею в виду вообще, в принципе, игра на старте предлагает тебе больше рабочих, чем... Ну, на одного рабочего она у меня. Вы всегда в моих рабочих сразу забираете. На одного? Ну, а больше на два, чем у меня. Вон он лежит. Чего у меня так? Ни туда, ни сюда. Вон там и мои лежат. Да. Но зато у него минус ход был. Мне кажется, она по балансу все-таки норм. Если в нее оттачивать свое мастерство, то мне кажется, что можно прям дойти и прям вообще... Ну, вот до сюда можно, да. Не зря эти есть 70-80 очков. Ну, да. Я, конечно, сомневаюсь, что это можно... Нет, если мы продолжили бы дальше идти, мы бы росли, бы росли, росли. И в итоге, может быть, до сюда бы кто-нибудь бы докатился. Ну, например, я мог фармить вот здесь два очка каждый ход. Да. Вот в легкую. Поставил тысячу два очка, поставил тысячу два очка. Я этого не делал, ну, потому что я не такой опытный, там, чтобы три партии всего сыграли, да. В общем, здесь море. Просто мы... Ты же стоишь, помнишь, как Женя делал, здесь два очка оформил. Раньше было так вот. И баланс был бы лучше. Ну, у меня было плюс четыре. Раз, два, три, четыре. Ну, было бы вот так вот. Потому что я был здесь присоеданным. Вот. Основной он играл. Все. Если бы Влада не было, было бы вот так вот. Если бы он не приехал. Согласен? Конечно. Террорист. Ладно, давай договариваемся, ну, вот так вот. Ой, короче говоря, игра классная. И хорошо, что звезда вот такие вот игры, которые давно издавались, да, она их берет и издает. Это очень хорошо. Молодцы. Что ж, мы, скорее всего, сейчас сыграем на стороне поля восточной земли. Но это не точно, ребят. Как сейчас... Как пойдет? Сколько? А, еще 6.35. Думаю, что да. Все, с вами был Денис, Влад, Женя. Всем пока, с любовью, канал Твоя громада. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok